МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава области Анатолий Лис представил активу района нового руководителя райисполкома. Забастовка не состоялась. Предприятия организации района работают в штатном режиме. Налоги надо платить. Истекает срок уплаты налога на землю и недвижимость. Теперь обо всем более подробно. Глава области Анатолий Лис в понедельник представил активу Березовского района нового руководителя райисполкома. Им стал Сергей Барташ, до этого возглавлявший комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского обл. исполкома. Бывший председатель Березовского райисполкома Леонид Мартынюк назначен помощником президента и инспектором по Могилевской области. Сергей Барташ – человек, хорошо известный в области. До сих пор он занимал пост председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию обл. исполкома. А значит, специфику Березовского района, в котором аграрный сектор – один из ключевых, знает хорошо. Глава области Анатолий Лис, представляя активу района Сергея Бартыша, акцентировала внимание на необходимости сосредоточиться на развитии агропромышленного комплекса. Нам необходимо упор делать на сектор аграрный. И в этом я вижу, что Сергей Иванович справится, он понимает все задачи, проблемы, которые стоят и перед областью, и, естественно, перед Березовским, одним из вала образующих районов нашей области в сельском хозяйстве. Анатолий Лис вручил Сергею Бартышу удостоверение председателя районной исполнительной власти и пожелал успехов на новой должности. Я понимаю ту степень ответственности и вижу тот потенциал экономический, который можно применить и развить для того, чтобы еще выше поднять уровень и благосостояние Березовского района. Глава области Анатолий Лис поблагодарил бывшего председателя Березовского райисполкома Леонида Мартынюка за плодотворную работу и вручил грамоту обл. исполкома. Благодарность и от областного совета депутатов. Особые слова благодарности моей команде, моим зампредседателям, моим начальникам отдела, благодаря которым я четко и уверенно стоял на ногах, потому что знал, что у меня крепкий тыл. Леонид Мартынюк продолжит работу помощником президента, инспектором по Могилевской области. В понедельник Сергей Барташ вступил в должность председателя райисполкома, а уже в среду провел прием граждан по личным вопросам. С волнующими проблемами к председателю райисполкома обратились четыре человека. Вопросы касались трудоустройства, землепользования, сохранения памяти о земляках, как и прежде в центре внимания человека и его проблемы. Сергей Барташ поделился с журналистами тем, какие задачи он ставит перед собой как глава района. Березовский район, район уникален, но в то же время, да, потенциал его велик экономический. И есть ряд предприятий, достойных предприятий, которые экономически работают эффективно, но есть предприятия, которые какие-то проблемы и не весь потенциал свой используют. В городе много хотелось бы поменять. Буквально я вот как-то какое-то время определенное не был. Конечно же и ЖКХ есть вопросы, и по наведению порядка есть вопросы. Березовский район обладает мощным потенциалом. Стоит задача не просто сохранить, а нарастить его. А решение проблем граждан, как всегда, будет в приоритете. В понедельник, 26 октября, оппозиция активно призывала белорусов к всеобщей национальной забастовке. Однако она не случилась. Все предприятия и организации работали в штатном режиме. Как началась трудовая неделя в районе, узнали наши корреспонденты. В Березовском районе в ночи с 25 на 26 октября коллапс не наступил. Предприятия, работающие в круглосуточном режиме, продолжили работать без перебоев. А утром в понедельник трудовая неделя началась, как и обычно. Предприятие работает в штатном режиме, посменно. Смена длится 12 часов. Работа происходит в штатном режиме, ничего не поменялось. Для нас это очень важно, чтобы предприятие работало. В Березовском ЖКХ трудится порядка 1300 человек. И там в понедельник все было спокойно. Работали все участки и подразделения. Предприятие работает в Березовском ЖКХ в штатном режиме. Никакой забастовки на нашем предприятии нет. Все цеха вышли по графику. Смены все также работают. В ночное время никаких сбоев по котельному хозяйству, никаких сбоев по всем цехам, которые работают в ночное время, у нас не произошло. По словам председателя Березовского районного объединения профсоюза Вероники Резько, Реобъединение совместно с Управлением по труду, занятости и социальной защите мониторит занятость на предприятиях. Сегодня предприятия республиканской и коммунальной формы собственности работают штатно, как обычно. В течение всей недели забастовок также не было. Ни одно из предприятий района не остановило производство. В пятницу в Березе состоялось заседание Совета Березовского районного объединения профсоюзов. В его работе приняли участие руководство района и Брестского областного объединения профсоюзов. О чем шла речь на заседании, расскажем в следующем материале выпуска. В зале собрались лидеры профсоюзного движения района. На повестку дня были вынесены три вопроса. О текущей ситуации и задачах, которые стоят перед профсоюзными организациями, рассказала председатель районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки Светлана Фомюк. Ключевые моменты доклада – помощь профсоюзов в борьбе с эпидемией коронавируса, нюансы заключения и соблюдение коллективных договоров, вопросы охраны труда. К слову, районные организации отраслевых профсоюзов и первичные профсоюзные организации оказали материальную помощь более 400 членам профсоюза на общую сумму 45 тысяч рублей. Приобрели средства индивидуальной защиты медицинского назначения на 12 тысяч рублей. Березовской центральной районной больницы оказали спонсорскую помощь в размере более 6 тысяч рублей. Важно понимать, что это стало возможным благодаря каждому члену профсоюза. Хочется высказать огромное спасибо всем организациям, предприятиям, общественным объединениям. В первую очередь профсоюзным организациям, которые включились в поддержку нас, медицинских работников. Были перечислены деньги на благотворительные фонды и закуплены предметы, как антисептики, коврики, дезинфицирующие, бактерицидные лампы. Активисты профсоюзного движения отметили, сегодня назрел в обществе запрос на перемены. И сейчас на дискуссионных площадках обсуждаются изменения в Конституцию. В данное обсуждение включились активно не только представители общественных организаций, но и профсоюзные организации, как наиболее массовые организации, представляющие трудовые коллективы. От них достаточно тоже много информации. Информация не только по изменению в политической жизни, но и важные моменты, связанные с трудовой деятельностью, с обеспечением прав трудящихся, то есть те моменты, которые затрагивают непосредственно каждого жителя нашего Березовского района. Для областного и районного объединения профсоюза в приоритете интересы трудящихся. С этой целью анализируется выполнение норм коллективных договоров там, где необходимо обращаются в суды. Особое внимание уделяется безопасности условий труда, своевременности выплаты заработной платы. Необходимо отметить, что в целом ситуация в профсоюзном движении в Брестской области довольно стабильная. Если брать за работу текущего года, у нас 120 новых первичных профсоюзных организаций, которые вступили в наши профсоюзные ряды. В целом ситуация на предприятиях у нас стабильная, предприятия работают. Члены профсоюзов обращаются к своим председателям первичных профсоюзных организаций, но исключительно за некоторой материальной помощью, ну либо по каким-то там семейным своим ситуациям. В связи с непростой эпидситуацией Федерация профсоюза в Беларуси направила правительству ряд предложений по поддержке отдельных отраслей и трудящихся. И многие из этих предложений нашли свою поддержку. Через две недели истекает срок уплаты налога на землю и недвижимость. Установленный срок 15 ноября выпадает на выходной, а значит срок уплаты переносится на 16 ноября. Подробности об уплате налога далее. В инспекции по Березовскому району на учете состоит 27 900 плательщиков земельного налога и налога на недвижимость. Основная часть извещения об уплате направляется по почте. Сегодня с развитием дистанционных услуг узнать сумму налогового платежа и уплатить его можно по-разному. Уплатить земельный налог, налог на недвижимость, арендную плату за землю можно оплатить через банковские почтовые отделения, систему ЕРИП, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также через личный кабинет. Физические лица, которые имеют земельные участки, объекты недвижимости, могут также обратиться в налоговый орган, если утеряли, либо не пришло извещение на уплату налога. Узнать сумму начисленных налогов можно в системе ЕРИП, введя свой учетный номер. Если заключен договор аренды земельного налога, то сумма арендной платы, подлежащая уплате в бюджет, указана в договоре аренды. Уплачивать налоги можно частями. Главное – сделать это своевременно. Владельцам домовладений, дачных домиков, гаражей, нежилых строений, а также тем, у кого более одной квартиры, стоит позаботиться о своевременной уплате налога. За каждый день просрочки исчисляется пеня и предусмотрена административная ответственность, а суммы задолженности перед бюджетом подлежат взысканию в судебном порядке. На этом наш выпуск завершен. Творческая группа программы желает вам всего самого доброго и напоминает. Самые интересные события из жизни Березовского района смотрите по воскресеньям в 17.30 на телеканале «Беларусь-4 Брест». До свидания!